всем привет ни для кого не секрет что первому ряду кладки из газобетона стоит уделять особое внимание сделав первый ряд идеально в горизонт идеально в горизонтальные геометрические размеры вы сэкономите кучу времени сил и нервов для остальных рядов чем лучше сделаете первый ряд кладки из газобетона тем легче будет возведение остальных рядов которые выше в этом случае идеально подходит поговорка как запряжешь так и поедешь и поэтому в данном видео я постараюсь рассказать как правильно на наш взгляд запрячь кладку то есть сделать первый ряд ее чтобы дальше также правильно поехать то есть начать возводить остальные ряды ну и весь собственно теплый контур предыдущих видео нашего сериала мы уже доставили разгрузили правильно оставили на хранение газобетонка вы можете видеть сзади также сделали гидроизоляцию поговорили о ней и вот сейчас у нас наступает следующий этап это кладка первого ряда что и будет сегодня видео меня зовут александр и давайте разбираться вместе погнали шагом номер один по устройству идеального первого ряда кладки из газобетона будет вынесение правильных геометрических горизонтальных размеров на местность делать мы это будем по эталонным блоком эталонными блоками я называю блоки которые находятся на углах и собственно на поворотах и точках пересечения несущих стен именно этим мы и занимаемся первые блоки мы расставляем примерно по границе нашего фундамента так как считаем что фундамент сделал нас правильно по проекту и размер у него с какой-то погрешностью будут верным берем блок и перетаскиваем его на нужное на место его проектное положение для начала должно быть здесь делаем это сначала на глаз и примерно повернем тык 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 сразу за точностью не гонимся и делаем примерно на глазок по всему нашему периметру дома а также внутренних пересечениях стен и так бегом рулетку на металлическом полотне не на резиновом потому что резиновая очень сильно тянется и начинаем промерять наши все геометрические размеры горизонтальные 1790 и вот так вот по периметру идем с рулеткой промеряем все наши размеры сначала по периметру на должно быть 1365 получилось 1366 сейчас будем корректировать блок так измерили все размеры по периметру теперь меряем диагонали смотрим где у нас что не совпадает корректируем ну вот и все наши эталонные блоки установлены в свои предполагаемые проектные значения теперь следующим шагом нам нужно натянуть нить причалку по всему периметру делается это просто берется специальная нить каменщика в торец вкручивает и саморез цепляется за него нить и дальше натягиваем сейчас нам важно вот эта вот плоскость наружная всех стен наших то есть по высоте нам пока что ничего не смотрим смотрим только наружные наши размеры берем нить и сюда ее натягиваем по всему периметру все мы натянули нить причалку теперь смотрим и измеряем все точные геометрические размеры здесь у нас видно что нить немножко не доходит до блока поэтому нам надо ее подбить все чем мы сейчас успешно и занимались все нить причалка совпало у нас на всех блоках теперь время время все блоки выставлять в точных своих проектных положениях то есть берем рулетку и все четко промеряем обращая внимание когда двигаем блок а то чтобы нить причалка и здесь и здесь совпадало с блоком никуда не уезжала погнали горизонтальные размеры мы установили что же дальше логично что дальше нам надо установить вертикальные размеры чтобы у нас складка была идеальная горизонтально как нам это сделать для начала я расскажу немного теории и наверное это сделаю отдельным видео потому что здесь сейчас ветер не хочу лишний раз напрягать вас звуком и поэтому запишу это скорее всего с рабочего места с нормальным звуком вот она вставочка и так насчет теории начнем вот с чего фундаменты бывают разные черные белые красные ровные кривые косые прямые и так далее значит и фундамент нужно выравнивать так как кладка у нас должна быть идеально ровный с тонак пункт 13.2.4 в случае если разность отметок и или кривизна и местные неровности основания для кладки превышают 5 миллиметров первый ряд кладки должен укладываться не на тонко слойный клей она раствор позволяющий выполнить кладочный шов необходимой толщины простым языком выровнять фундамент можно клеем для тонкошовной кладки или цементно-песчаным раствором первом случае перепады высот по фундаменту не должны превышать 5 миллиметров а значит что вы либо должны фанатично построить фундамент либо иметь маленький фундамент на котором такой перепад высот достичь довольно просто честно скажу не видел еще чтобы кто-то на практике клал первый ряд на клей для тонкошовной кладки поэтому сразу переходим ко второму варианту это цементно-песчаный раствор переходя к конкретике они каким-то абстрактным выражением скажу в цифрах толщины выравнивающего слоя из раствора который мы производим из готовой смеси cps m300 при перепаде высот до двух сантиметров чего и нужно требовать от подрядчика по фундаменту выравнивается кладка просто слоем цементно-песчаного раствора толщиной 10-30 миллиметров при перепаде высот от 2 до 4 сантиметров слой раствора уже нужно армировать кладочной сеткой с ячейкой 50 на 50 миллиметров при перепаде высот от 4 сантиметров уже необходимо прибегать к бетонной подливки то есть делать опалубку и производить бетонирование вот этих вот неровности также есть фетишисты которые начинают кладку тремя рядами из кирпича это рудимент своего рода который никаких реальных предпосылок для использования не имеет потому что капиллярный подсос у кирпича выше так как капилляра длиннее и тоньше чем у бетона прочности не добавляет это выравнивание основания смысла нет потому что о том как выравнивать кладку правильно сказал выше ну и этот рудимент пришел скорее всего с блочных фундаментов которые геометрии нормальные не имеют выкладываются как попало и требует поверху обреза иметь что-то растягиваемым в современных же реалиях просто забудьте про подкладку кирпича под газобетон это не имеет никакого смысла если у нас установлены угловые блоки без раствора без всего в правильном горизонтальном положении вы мне скажете а чё как теперь их поставить в нужную нам высоту на раствор не поменяв эти размеры но я вам отвечу что никак конец на самом деле мы их не будем сейчас выставлять по высоте мы будем выставлять по высоте блоки которые будут непосредственно примыкать к нашим угловым а дальше уже когда вы ставим все прилегающие примыкающие к угловым блоком блоки мы сделаем и угловые в нужный нам уровень то есть когда у нас рядом стоящие блоки уже будут установлены на раствор он схватится можно будет снять угловые блоки потому что их точный размер уже зафиксированы будут примыкающими блоками и также на раствор по нужной высотной отметке все это дело сделать поехали как нам поставить и вообще определить высотную отметку блоков примыкающих к нашим угловым эталонным мы с нивелиром прошлись по всей плите там где у нас будут несущие стены нарисовали отметки я немножко получается видео про фундамент обманул вас и перепад у нас оказался чуть больше полутора сантиметра не сантиметр как я сказал в том видео а полтора там один из 6 что ну сейчас на память не скажу но в общем отметки у нас есть мы нашли самую высокую отметку самую низкую отметку в самой высокой отметке у нас будет минимальный слой раствора посмотрела 75 и 5 у нас самая высокая отметка это прям у коммуникации там небольшой наплывчик получился можно было бы его шлифануть болгар очка потому что это локальный перепад но мы попадаем в допуск два сантиметра поэтому делаем так без проблем раствор все поглотит значит в этой самой высокой точке то есть где самое маленькое показание линейки рейки точнее у нас будет самая высокая точка в этой самой высокой точке у нас слой раствора будет минимальным то есть один сантиметр и от этой точки мы будем отталкиваться уже дальше со всеми в самой нижней точке которую мы нашли у нас будет слой раствора 1 сантиметр плюс разница от самой высокой точки ну например там у нас есть вот сейчас ближайшую точку возьму 76 и 5 если там у нас было 75 и 5 самой высокой точке а вот в любой точке другой взял показания 7 6 и 5 1 сантиметра один самый высокой слой раствора один сантиметр а вот Там, где у нас показания 7,6 и 5, будет слой раствора 2 сантиметра. Все просто. Теперь переходим непосредственно к самому раствору и тому, как укладывать этот раствор, как укладывать угловые блоки, точнее, примыкающие к угловым. Цементно-песчаную смесь и раствор мы замешиваем по рекомендациям производителя, которого приобрели, и с поправкой на погоду. То есть, если погода жаркая и сухая, то делаем раствор пожиже, более подвижный. Если погода холодная и влажная, делаем, наоборот, по суше, чтобы там влага не вымывалась лишней, раз не размывался наш раствор. Собственно, ничего сложного нет. Замешиваем с помощью миксера и добиваемся нужной нам консистенции. Накладываем раствор по периметру блока и рекомендуем отступить от соседнего блока порядка трех сантиметров, чтобы, когда мы начнем пристукивать наш блок по высоте, раствор выдавится и он не попал в вертикальный шов. Иначе мы не попадем в допуски. По вертикальному шву он будет больше, чем нам нужно. Предварительно обеспыленный блок укладываем на наш раствор аккуратно, смотря вот на вот этот размер главный. Уложили предварительно обеспыленный блок. Сейчас выравниваем блок по уровню во всех плоскостях и смотрим по причалке, чтобы он был тоже установлен. Дальше, когда он у нас будет установлен во всех уровнях, берем нивелир и уже регулируем, подбиваем молотком сверху равномерно нашу высотную отметку этого блока. Все, мы посчитали высотную отметку, выставили ее на нивелире относительно вот этой точки на фундаменте. И сейчас ее выставляем с помощью уровня и нивелира. Вот уже слышно, когда продолжительный сигнал. Вот он. Собственно, зеленый лазер, все хорошо. Все, блок у нас выставлен в уровень. Все варианты мы отследили. И так, так. И так все ровно. Этот блок мы не трогаем. Все, в принципе, этот блок можно оставлять, схватываться. Подрезать раствор советую чуть попозже, когда он схватится, потому что если подрезать его рано, он может начать, особенно в жидкой консистенции, вытекать и блок свой уровень поменяет. То есть, когда подхватится раствор, тогда его и подрезаем. Теперь то же самое здесь делаем. Кладем раствор, кладем примыкающий к угловому блок и все. Оставляем подсыхать, вставать. Тот угол у нас уже почти сделан. Делаем все остальные углы. Ставим на раствор по такому же принципу, с нивилером, с уровнем. И дальше натягиваем верхнюю нить-причалку. И по ней пошпарим первый ряд на раствор. Идея такая, смотрим дальше. Какой здесь есть нюанс при укладке около угловых блоков? Необходимо предусмотреть зазор 2 миллиметра с двух сторон под шов. В нашем случае это из минерального клея. То есть, вот здесь и вот здесь. Тогда у нас потом никаких не будет проблем. Если бы мы этого не сделали, тогда бы получилось так, что когда мы будем устанавливать этот угловой блок, он с этой стороны бы чуть выперся. И с этой стороны торчал бы вот здесь вот на толщину шва клеевого. У нас наступил уже следующий день. Он стал холодным, поэтому пришлось приодеться. Как вы видите, около угловые блоки у нас установлены уже в нужную высоту. А угловой еще остался в своем сухом непроектном положении. Собственно, нам это и остается сделать. Поставить этот угловой блок в нужную высоту на раствор, выравнивая его по около угловым. Делать это можно в любой момент. Я имею в виду, либо прогнать целый ряд кладки. Первый ряд по какой-то из стен или по всем стенам. И потом делать угловой. А второй вариант, это где у нас просто стоит около угловой блок. И рядом с ним уже можно будет монтировать угловой. Что мы сейчас успешно и сделаем. Ну и тут все стандартно. Укладываем раствор прямоугольником. Теперь нам нужно будет нанести клей на две поверхности. Но, замечаю и обращаю ваше внимание, что именно клей, а не раствор. Получается, клей нужно будет нанести на две тычковых части. Вот сюда и вот сюда. Все, клей нанесли на тычковые поверхности. Ставим угловой блок. Плотненько прижимаем его к двум около угловым. И начинаем выставлять уровень в соответствии с нашими около угловыми блоками. Вот такой вот получается угол. При такой схеме работы. Шовчик в допуске. Все хорошо. Клеевой раствор, на котором опирается газобетон, подрезаем чуть позже, когда он встанет. Как мы и договаривались с вами. Собственно, неважно, ряд у нас стоит или не стоит. Как вы видите, вот этот ряд еще не собран. А вот этот ряд уже весь выложен. Из первого ряда я хотел вам рассказать про вот такие вот пересечения. Когда кладете первый ряд, сначала выкладывается весь периметр. И надо заранее продумать так, чтобы пересечение с внутренними несущими стенами не попадало на вот этот вот шов. Мы заранее проложили угловые блоки, да, наши эталонные. Натянули нитку. Примерно предполагаем, где у нас будет несущая стена. И здесь также сделали эталонные блоки. Они заодно помогают нитке меньше провисать. Ну и таким образом мы понимаем, что в стык со стеной несущей внутренней придем точно как хотим, без обрезков. А обрезок, в свою очередь, он идет где-то в другом месте. Вот и он. Такой вот обрезочек. То есть тут у нас опять идет пересечение с внутренней несущей стеной. И рядом мы сделали обрезок. Что вообще по допускам с вот такими вот кусочками? Допускается 10 сантиметров шириной такой вот доборный элемент. Здесь он у нас специально сделан меньше, он сантиметров 7. Мы сейчас покажем, какой схемой надо обходить. То есть, да, вот мы стеной пришли, вот наш случай. У нас тут дверной проем, здесь у нас угол. Мы поставили наш эталонный блок с пересечением внутренних стен. И вот здесь у нас блок целый формирует дверной проем. И у нас между ними осталось всего лишь 7 сантиметров. Ну, что-то около того. Делается все очень просто. Это формальное требование. Оно обходится таким образом. От целого блока, ну в данном случае лучше отрезать, конечно же, вот этот блок, который не угловой. Отрезается кусочек, чтобы нам попасть в наш допуск. И дальше замещается все это целым блоком, что мы сейчас, собственно, и сделаем. Отрежем 10 сантиметров, 10 буквально. И потом кусочек, ну, получится 17 сантиметров, он сюда встанет. Ну и вот уже пример заранее готового решения. То есть, видно, что у нас вот здесь вот кусочек планировался. Получался чуть меньше, чем надо по допуску. И ребята отрезали целый блок и вставили вот такой вот доборный элемент, который уже в допуск попадает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альтернативный метод установки доборного элемента для избежания вертикального погружения блока, при котором получает, что либо толщевертикальный шов, либо клей с вертикальных плоскостей задирается на соседние блоки. Трапециевидный элемент можно вставить горизонтально, что помогает избежать вышеуказанных проблем. Но вариант этот трудозатратный, а поэтому не особо популярный. Ну и мы им не пользуемся, показываю, чтобы вас ввести в курс дела. Итак, закончили мы кладку первого ряда. Самый важный этап вообще во всем строительстве поднятия коробки из газобетона. В следующем видео мы разберем, как правильно делать армирование. Армирование первого ряда в нашем случае обязательно, в каком не обязательно. Как раз таки в следующем видео и обсудим. И по-моему я это говорил в предыдущем видео про гидроизоляцию. Не забываем влупить лайк, подписку, чтобы не пропустить следующие видео. Потому что мы будем снимать каждый этап отдельно, в подробностях, во всех нюансах. Применять или не применять какие-то конкретные решения, решать вам. Мы показываем, как делаем мы. Дальше уже что-то берите, черпайте, заимствуйте опыт, что-то отторгайте, откладывайте, не думайте об этом. Но надеюсь было полезно. Поэтому всем пока и давайте разбираться вместе. Ждем следующий этап. Субтитры сделал DimaTorzok